Профилактика Профилактика бывает двух видов. Эндогенная и экзогенная. Эндогенная профилактика это назначение кальций содержащих препаратов внутрь для ребенка с витамином D3. Можно назначать препараты фтора, но сейчас в основном назначают препараты кальция. Курсом два раза в году. Это детям, у которых недостаточное поступление кальция в организм. Экзогенная профилактика проводится детскими врачами-стоматологами в кабинете врача. Кальция включает в себя обработку зубов реминерализующими растворами, вторсородержащими препаратами, а также герметизацию фиссур. То есть закрытие естественных углублений зубов специальными герметиками. Эндогенная профилактика, то есть назначение кальций содержащих препаратов, принимается курсами два раза в году. Экзогенная профилактика в зависимости от поражения зубов кариесом у детей. Есть три диспансерных группы детей. Значит, первая, вторая, третья в зависимости от количества пораженных зубов. И в зависимости от этого назначаются курсы такой профилактики. Герметизация фиссур проводится после прорезывания постоянных зубов. В основном. Значит, герметики, они, во-первых, механически предотвращают попадание пищи в естественное углубление зубов. Во-вторых, герметики содержат фтор, который выделяется в ткани зуба, тем самым предотвращая развитие кариеса в зубах постоянных. Важную роль играет гигиена полости рта. В основном уже родители и дети знают, что надо чистить зубы два раза в день, после завтрака и на ночь, используя специальные зубные пасты, желательно с содержанием фтора, при том с определенным количеством. Плюс они уже знакомы с тем, что надо поменьше есть сладостей, меньше пить газированных напитков. Особенно актуально у маленьких детей, которые еще пользуются бутылочками-сосками, не употреблять, особенно ночью, сладких напитков через соску. Потому что возникает так называемый циркулярный кариес. То есть зубы поражаются, да. Вокруг зуба образуется сначала очаг деминерализации эмали, а потом уже дефект эмали. Вокруг всех молочных зубов, потому что дети ночью пьют сладкую воду. Хорошо. А вот, например, жевательные резинки, дети ночью пьют, опять же, на виду со сладостями. Как они влияют на гигиену рта? И насколько они полезны именно с точки зрения гигиены рта? Жевательные резинки, в общем-то, полезны. Их даже назначают как лечебное средство. После приема пищи пожевать резинку в течение небольшого промежутка времени, там 5-10 минут. Желательно, чтобы жевательная резинка содержала не сахара, а заменители сахара, тот же ксилит. Такие, потому что ксилит является препаратом, который применяется для профилактики кариеса даже. Поэтому вот резинки с содержанием ксилита или сахара, заменителей каких-то, конечно, полезны для разжевывания после приема пищи. Рекомендуется обязательные профилактические осмотры детям в зависимости от количества пораженных зубов раз, два или три раза даже в год. Такие профилактические осмотры у детских врачей-стоматологов позволяют выявить на ранних этапах стоматологические заболевания и на ранних этапах провести лечение зубов.